Вы свидетельствуете, что Господь вернулся и выполняет работу суда, и люди должны принять Его, чтобы избавиться от греха и попасть на небеса. Я просто не понимаю этого. Это правда, мы постоянно грешим, но Господь Иисус уже взял на Себя наши грехи, поэтому согрешив, мы можем исповедаться священнику и будем прощены, а умерев, сможем вознестись. Господь видит нас безгрешными. Зачем Ему снова совершать работу суда? Да. Наши грехи прощены, так неужели нам еще нужно принимать Божий суд? Как ты можешь так заблуждаться? Господь Иисус действительно простил грехи людей, но Он никогда не говорил, что люди могут попасть на небеса, если их грехи прощены. Говорил Он так? Никогда не говорил. Верно. Господь ясно сказал, «Всякий, делающий грех, есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». Угу. Итак, будьте святы, потому что Я свят. Аминь. Означает ли прощение наших грехов отсутствие у нас греховной природы и то, что мы очищены от развращенности? Это правда, наши грехи прощены. Но у нас по-прежнему есть греховная природа. Войди мы в Царство Небесное, мы бы все равно восставали против Бога. Мы бы продолжали грешить и говорить гадости. Верно. Разве такого человека можно туда пускать? Допустил бы Бог грешников в Своё царство? Не допустил бы. Ни за что. Вот почему Господь совершает работу суда в последние дни. Он спасает человечество от греха и от сатанинского характера, чтобы мы могли покориться Господу и поклоняться Ему. Это Его работа в последние дни. Аминь. Господь Иисус пророчествовал. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить Его в последний день, ибо время начаться суду с Дома Божия». Аминь. Дух истины пришел в последние дни, и Он является всемогущим Богом. Он выразил все истины для спасения. Это делается для того, чтобы устранить корень греховности человека. Да. Тогда мы перестанем грешить и восставать против Бога. Мы будем повиноваться Богу. И только тогда мы будем достойны Его царства и получения обещанных им благословений. Сейчас все верующие думают, что если ежедневно исповедоваться в грехах, то они будут прощены. Но они глубоко ошибаются. Да. Кто же достоин войти в Его царство? Господь Иисус сказал, «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Аминь. Слова Господа Иисуса могущественны и властны. Они есть истина. Да. Должны основываться не на представлениях, а на словах Господа, соответствующих истине. Верно. Прочитаем слова всемогущего Бога. Хорошо. Хорошо. Я прочту. Прекрасно. Может ли такой грешник, как ты, который только был искуплен и не изменился, и не был усовершенствован, быть Богу по сердцу? Для тебя, пребывающего в прежнем «я», истина то, что ты спасен Иисусом, и что ввиду Божьего спасения ты не считаешься грешником, но это не доказывает, что ты не грешен. Как ты можешь быть святым, если не претерпел изменений? Тебя осаждает изнутри нечистота. Ты эгоистичен и подал. Но ты желаешь снизойти вместе с Иисусом. Как бы это тебе так повезло? В своей вере в Бога ты пропустил один шаг. Ты был лишь искуплен, но не претерпел изменений. Чтобы ты был по сердцу Богу, Бог должен лично провести работу по твоему изменению. Если ты только искуплен, ты не можешь достичь святости. Так ты будешь не вправе получить свою долю благословений, ибо ты пропустил один шаг в Божьей работе, ключевой шаг изменения и усовершенствования. И поэтому ты, грешник, который был лишь только искуплен, не можешь прямо наследовать Божье наследство. Аминь. Хорошо сказано. Верно. Что вы чувствуете, услышав эти слова? Отлично. Это практические слова. Да. Мы верили, что попадем на небеса, когда наши грехи будут прощены. Но это была ошибка. Да. Господь Иисус никогда не говорил такого. Это человеческое представление. Так и есть. Если мы продолжаем ждать, что Господь заберет нас в Своё царство, и вместо того, чтобы приветствовать Его, терпим бедствия, не подобны ли мы неразумным делам? Да, это правда. Да. Если мы хотим войти в Его царство, мы должны принять суд и очищение всемогущего Бога. Это единственный путь в Его царство. Аминь. Да. Теперь понятно, почему мы должны принять суд всемогущего Бога? Понятно. Чтобы попасть на небеса и быть достойным Его царства, мы должны принять суд всемогущего Бога и очиститься, верно? Да. Именно так. Будете и дальше надеяться, что священники простят вам грехи и приведут на небеса. Полагаться на них в вопросах прощения и вознесения – это выдавать желаемое за действительное. Да, это так. Я часто исповедовался перед священниками. Теперь я понимаю, как это было глупо. Полжизни веря в Бога, я думал, что священнослужители могут привести меня на небеса? Как же я был слеп. Ты прав. Я был глупцом. Христос последних дней использует истины, чтобы учить человека, раскрывать его сущность, анализировать его слова и дела. Эти слова включают в себя различные истины, такие как долг человека, как человеку слушаться Бога, как человеку быть преданным Богу, как человеку следует воплощать нормальную человечность, а также мудрость и характер Божий. Эти слова направлены на сущность человека и его развращенный характер. В частности, слова, разоблачающие, как человек отвергает Бога, относятся к тому, что человек является воплощением сатаны и вражеской силы против Бога. В своей работе суда Бог не просто проясняет природу человека в нескольких словах. Он долгое время разоблачает и исправляет. Все эти методы разоблачения, исправления и подрезки не заменить обычными словами, а только истиной, которой человек полностью лишен. Лишь подобные методы можно назвать судом. Лишь через такой суд человек может быть подчинен и убежден касательно Бога и может обрести истинное знание Бога. К чему приводит труд суда, так это к пониманию человеком истинного лица Бога и истины о своей собственной непокорности. Труд суда дает человеку значительное понимание Божьей воли, цели Божьей работы и тех тайн, которые для него непостижимы. Он позволяет человеку познать свою развращенную сущность и корни своего развращения, а также открыть свое уродство. Все это результаты работы суда, ибо суть данной работы заключается в том, чтобы сделать истину, путь и жизнь Бога доступными тем, кто имеет веру в Него. Эта работа и есть труд суда, совершаемый Богом. Аминь! Поэтому Господь в последние дни выражает истины, чтобы судить людей. Слава Господу! Все годы веры в Бога я хотел освободиться от греха, но так и не смог. Я думал, у меня нет надежды попасть на небеса. Но теперь, прочитав слова всемогущего Бога, я вижу, что наша греховная природа не устранена, хоть грехи прощены. Верно. Чтобы устранить корень греха, нам следует принять суд всемогущего Бога, и тогда мы сможем очиститься. Аминь! Совершенно верно. Теперь я наконец понял, почему Бог должен совершать работу суда. Слава Господу! Я вижу, Богу необходимо совершить работу суда. Да. Расскажи нам, как всемогущий Бог совершает работу суда. Как ты испытал ее? Расскажи нам. Да. С радостью послушаем. Кое-что расскажу. Да. Приняв всемогущего Бога, я захотел поделиться этой вестью с другими. Но, к моему удивлению, священники осудили меня и стали преследовать. Они препятствовали мне и даже подговорили людей устроить погром в моей церкви. Как они могли так поступить? Это возбудительно. Мне было так больно. Когда я был священником, прихожане относились ко мне с уважением. Куда бы я ни пошел, меня высоко ценили. Но потом меня осудили, отвергли и унизили. Мысль, что я могу потерять статус, расстраивала меня. Я мучился, как будто мой мир перевернулся. Я помолился и прочитал следующий отрывок. Если же ты занимаешь высокое положение, обладаешь многими знаниями, имеешь собственность и пользуешься поддержкой многих людей, и при этом все эти вещи не мешают тебе прийти к Богу, чтобы принять Его призвание и поручение, чтобы сделать то, что просит Бог, тогда все сделанное тобой будет самым значительным на земле, самым праведным делом среди людей. Если же ты отвергаешь призвание Бога в угоду статусу и Своим личным целям, все сделанное тобой будет проклято и даже презираемо Богом. Аминь. 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 Слушайте, верно. Ага, читайте. Я знаю, глухая мысль. Читая Божьи слова, я чувствовал, будто Он судит меня лицом к лицу. Это было унизительно. Я десятки лет был верующим и считал себя набожным. Но когда Господь пришел, меня сдерживал статус, и я не хотел все бросить и последовать за Ним. Разве я был предан Богу? Если бы не суд слов всемогущего Бога, я бы не увидел, что служил своему статусу и стремился к восхищению других. Я не служил Господу. Верно. Получение Божьей благодати и принятие работы всемогущего Бога до последних дней это великое благословение. Но я не мог забыть о своем статусе. Я был расстроен из-за потери должности. Я не чувствовал вины за то, что восстал против Господа. Я был так глуп и слеп. Увидев свою развращенность, я ощутил сожаление. Я решил, что даже если у меня не будет статуса, я все равно буду до конца следовать за всемогущим Богом. Аминь. Благодарение Богу за Его спасение. Слава Богу. Аминь. Поразительно. Какой замечательный опыт. За все годы веры в Бога я не слышал такого свидетельства. Я не совсем понял его свидетельства. Оно о самопознании. Это свидетельство о жизненном опыте. Люди, не имеющие опыта, не поймут его. Оно подтверждает, что верить во всемогущего Бога верный путь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова